Вопрос 118. При истинном крещении с полным троекратным погружением будут ли нам делать миропомазание, если при в кавычках крещении в церкви нам мазали почти воздушные точки, даже не прикасаясь к телу, а иногда помазывая одежду? Ответ Игнатия Тихонича Лапкина. Ситуация настолько запутана хитрыми наемниками, что даже не хватает 719 канонов правил, чтобы прямо сослаться на них. Поэтому приходится подобные повреждения у родства, допущенные в храмах МП, исправлять по частям, уповая на милость Божию и благодать врачующую, немыществующую и восполняющую, скудевающую. Без погружения крещения нет, это однозначно. Миропомазание хотя бы и с небрежением, но было, и его признаем и уже не повторяем. Между ними, то есть между огнем и водой, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не более, как только в ступень человека. Если город этот будет дан в наследство человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащий на пути опасности? При разрешении таких недоумений всегда есть опасность, что опасность чего-то не предусмотреть и впасть в крайность. Одна, всему хлопать в ладоши, как батюшки-любвисты, которые все благословляют, что есть в церкви, и все сегодняшние безобразия и отступления считают незыблемыми, как скала сверхценными. Другая, не менее опасная стремнина пропасть, а гульно отрицать все и заниматься сектантским реформаторством, как лживые демократы, погубившие Россию. Святые отцы всегда советуют держаться золотой середины. Римлянам 12 глава 18 стих. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И хотя, Псалом 119.7 Я мирен, но только заговорю, они к войне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!